Всех приветствую! С вами Илья, это Влог. Сегодня будем заниматься гаражом у меня на даче. Значит, задача максимум сегодня. В это помещение мы сейчас сделаем склад небольшой. У меня есть стеллажи, купил в Алируашке. По 1600 рублей такие стеллажки, до 30 килограмм на полку. Ну, короче, нормально, можно здесь все разместить. 150 сантиметров по высоте, взял 4 штуки и будем разбирать гараж. Сейчас я все отсюда как вынесу, как все разберем и хочу сделать красиво. Красиво и функционально. Можете посмотреть, как вначале все это выглядит. Посмотрим, что будет в конце. Ну, что, как говорится, начинаем! Та-дам! Ну, вы помните, как тут еще было, когда еще машина стояла у моего папы, Логан, вот здесь вот. Ну, сейчас немножко попросторнее, уже поменьше всего. Так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Надо сейчас что-нибудь будет это приструнить. Надо до конца все разобрать. Не знаю, что с сейдингом делать. Он все еще и остался. Даже после того, как еще гараж оберем. Надо будет его наверх куда-нибудь туда, наверное, закинуть. Вот, и здесь, чтобы ты заходил и получал удовольствие. А я, честно, сейчас вот захожу, если мне что-то нужно, я до сих пор не могу ничего найти. Потому что я пытался разобраться. Здесь вот остатки какого-то стеллажа есть. Что-то положить. Но из-за того, что опять все-все-все вот везде набросано, не хватает места для хранения. Вот у меня тут папа пытался когда-то сделать такие навесные полки. Но на них также очень много всего. Я думаю, что... Не знаю, буду их убирать, не буду. Но стеллажики я хочу, наверное, поставить, может быть, вон в той стороне. Потому что вот этот большой стол я тоже хочу разобрать. Вот. Ну все, начинаем понемножку выносить. Уже некоторую работу сделал. Вот, не знаю, старая электрическая плита. Мы новую уже поставили. И старую пока бабушка сказала, может не выбрасывать, а то вдруг новая сломается. Ну что-то у меня такое себе решение оставлять старую штуку. Но если сломается, ну что-либо починить, либо новую возьмем. Потому что не знаю, это вот совсем вот она. Русского производства какая-то вообще стремная. А, мечта, мечта она называется. Да. То есть не знаю. Выкинуть или продать ее. Наверное, на ВИТО за 500 рублей надо. Так, колесики мои. Так. А понемножку продвигаюсь тут. Уже вот здесь все разобрал. То есть посвободней. Заметно. Вот там вот целые, смотрите, наплывы этого дерева. Офигеть. Вот. Меня немножко вот этот стол смущает. Он слишком большой для меня. Вот. Он слишком высокий, слишком широкий. Конечно, здоровенный. Мне кажется, много места съедает. Как рабочая поверхность может быть? Но что-то надо, может, поменьше. Какой-нибудь верстачок нормально там забабахать. Но это потом. Смотрите. У кого такие были? Пионер. Кстати, еще рабочая. Вообще крутяк. Здесь из много блоков состояло. Вот. А ну-ка. Lock eject. Смотри. Даже еще плавно открывается. Прикинь. Вот это заело. О, смотри. Хопа. Тут Константин Никольский стоит. Кассетка. Я люблю Константина Никольского. Мой друг художник и поэт. Главное, походу, оригинал. Потому что, смотрите. Какой провод-то. Азиатский, наверное. Или вообще больше на американский, конечно, похоже. Но смотрите. Прямо еще четко пионер. Смотри, какая вилка. Офига себе. Нет, это я выкидывать не буду. Это надо остальные части найти. Опа. Колонки, кстати, у меня вот на другой даче. На даче жены лежат. Так, ну, понемножку все вот разбираю, что здесь есть. И вот сюда все выношу. Потом буду обратно заносить. Ух. Это было сложно. Ух. Да, дров там, конечно, навалом. Но здесь образовалась еще одна проблема. Мало того, что... Не, все-таки, я думал, оставить, не оставить. Не, все-таки очень большая штука. Большая и высокая. Вот. Возможно, здесь что-то большое можно было пилить. Но мне это не надо. Она еще... Мне считается, вообще выше пупка еще. Вот еще одна проблема в том, что... Надо потом здесь будет все перебирать. Когда обратно будут затаскивать и расставлять. Так, еще одна проблема. Это вот количество дров, которые отсюда выкинул пока. Его надо напилить по-хорошему. Но что-то я думаю, что за сегодня я все это прям делаю не сделаю. Так, где-то как разобрать? Это сейчас снимем. Открутим. Блин. Ладно, попробую. Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что я все разобрал. Теперь тут, смотрите, частота и порядок. Сейчас будем заново заводить. Плохая новость в том, что вот этот самый фотоаппарат Sony 6600, блин, с объективом упал. Я, как дурачок, вот сюда его поставил. Задел палочкой. Он свалился. Разбился экран. Поэтому теперь, короче, фотик весь вдаренный. Экран разбит. Но работает. Блин, я даже не хочу себе представлять, сколько стоит ремонт фотоаппарата. Точнее, полностью изменить стекло. Потому что оно уже там вот это вот подъемное. Жесть. Хорошо, хоть объектив не сломался. Надеюсь, что видео там пишут и звук тоже. Ничего не сломалось. Вроде послушал. Звук работает. Блин. Неприятно. Мне кажется, там, если сейчас 150 стоит сама тушка Sony 6600, то экранчик, наверное, будет стоить, не знаю, 10-15 тысяч, что ли, наверное, замена. Охренеть. Так, все. Сейчас, короче, сюда буду собирать эти стеллажики. Вообще, по идее, можно купить вагоночки. Здесь сюда делать. У меня вот батя здесь остановился. С последнего не прицеплено. Такой же вагонки купить и до конца все отделать, чтобы красиво было. Можно так сделать. Ладно. Все. Фу. Как я хотя бы здесь счастлив. А здесь не очень. Я тут матерился, перематерился. Только открыл, начал доставать вот эти палки. В итоге это. Вон. Ба-бац. Короче, это. Палец, блин, прям порезал. Жесть. Откуда? Ну, понимаешь, он дешевый. Но я вот эту палку доставал. Тут, походу, где-то изнутри она очень острая. Хотя, не знаю, здесь все вроде сделано нормально. Прям турка взялся вот так вот за палку сразу, хопа, палец порезал. Офигеть. Придется теперь яд отсасывать. За что я люблю Икею и за что я не люблю все остальное. Ну, ладно, попытаемся понять. Один стеллаж я закончил. Пипец, я с ним, конечно, геморроялся. Потому что, да, конечно, стеллаж за 1500 рублей. Он ощущается как за 1500 рублей. Но в итоге вот так вот вышло. Я его на двух винтах вот здесь посадил шайбами, чтобы никуда не улетело. Пришлось подставить его под ножки, потому что полк неровный. Здесь вроде бетон, но вот так вот нормально. Все. Теперь можно что-то разместить. Вот под такой себе, понятно. То есть металл, мизинчиком можно поднять. Здесь стеллажик. Вот этот хороший. Но, видите, не в рабочем состоянии практически. Вот, и думаю, сейчас сегодня еще один соберу. Слот поставлю. Так, в планах потом повесить еще такую штуку под инструментами. И купил еще наборчик, чтобы эти всякие гайки, болты тоже разложить. Так, пока вот так вот угловым сделали. Тоже, короче, на два саморезика вхреначил. Вот, пока меня хватило на два стеллажа. Все. Больше не могу. Очень сложно собирать их. Из того, что да, пол неровный. Даже здесь пришлось вам подложить чуть-чуть. Ну, пока таким образом. Окей. Ну, вот. Хорошо. В планах сделать вот так вот функционально. Что я разложить, чтобы все саморезы были передо мной. Здесь, не знаю. Здесь еще стеллаж точно будет. Тоже, что пока не знаю, куда вешать. Хотя она, конечно, под крючки. Можно и так повесить, чтобы тоже зашел. Чтобы все инструменты вот здесь были. Кстати, можно и сюда вот повесить. Нормально. Ух, на сегодня это все. Все. Больше мне не хватает. Я устал, потому что все это пока выгребать. Ну, вот так вот. Надо все заново здесь строить. Надо это вагонки докупить. Чтобы здесь хотя бы зашить. Только как-то некрасиво получается. Я думаю, что такие стеллажи еще вот здесь вот два поставлю. Вот здесь будет как раз рабочая поверхность какая-нибудь. Столик икеевский, который у нас раньше дома стоял. До сих пор служит. Так, ладно. Все, здесь я уже потом разберу. Это все на следующий раз. Да, потом тоже здесь поставить много работы. Во всем этом искать добротные вещи. Вот. Это тоже икеевский коврик. Давно, как у нас в доме был. Все, я считаю, что... Фух, нормально. Тут все сделано. Хорошая песенка. Называется Pushin Meeway, Ленкен Парк. Фууу. Все. Еду к своим. Путь не близкий. Все где-то около трех часов. Где-то так. Вот так вот сейчас. Так что еще, чтобы добраться, надо время еще потратить, сколько было. Все. Я очень счастлив, что прям это... Наконец-то взялся за это дело. Потому что труднее, наверное, даже, знаешь, не все обратно собирать, а именно разобрать. То есть туда-сюда вот эта куча деревяшек. Прям вообще прям вымотало. Хочешь приехать, пивка взять, съесть музыку послушать как-нибудь. Хотя я сейчас в машине буду просто песни петь. Поете в машине песенки или нет? Выехал на ЦКАД. О, боже мой, как он мне нравится. Когда едешь, сколько хочешь практически. Хотя нет, ограничение есть. 110 км в час. Но так как у нас есть нештрафуемый порог еще 20 км в час, и поэтому можно ехать практически 130 км в час. Вот. Так что вот так. Ну пока что-то сегодня пятница. Прям народу много. Прям мы едем, идет вообще даже 110. Потому что так, реально поток очень большой. Это такая, короче, у нас трасса, ЦКАД. Она вокруг Москвы идет. Она связывает, можно сказать, все основные дороги. Вот так вот прям здоровенный круг. Я даже не знаю, сколько там, не знаю, тысячи километров. Я, конечно, наверное, меньше. Может, километров 800. Наверное. Вот. Можно выехать и объехать так вокруг Москвы. Но она платная. При помощи вот этого транспондера. Оплачиваю. Либо потом на сайте можно. Самые хитрые делают вот так вот. Смотрите, перчаточкой закрыл. Ребята, наверное, по работе ездят. Вот. Но чтобы не платить за проезд, закрывают номера спереди и сзади. Кстати, попадается, я вам скажу, вот за там промежуток в миру, 80 километров я еду. Ну, где-то 2-3 человека так вот, машины, которые закрывают номера. В основном, это, конечно, не легковые машины, а вот какие-то именно грузовые, рабочие, что ли. Вот так вот люди чуть-чуть хитрят. А мы, кстати, стоим в пробке. На удивление, здесь получается авария. Представляете, на Ацкаде. На Ацкаде авария, офигеть. Вон сзади, походу, еще мигалки едут. Сейчас просто хочу сказать. Ого, серьезная тема. В Европе где-нибудь вообще перекрыли бы движение. Офигеть. Надеюсь, никто не пострадал. Блин, ну, конечно, на скорости это вообще очень серьезная тема. Это еще не перевертыш, офигеть просто. Как будто недавно здесь перевернулись. Офигеть. Здесь на скорость 130 все обычно. Чудным образом очутился я уже дома. И, кстати, сейчас уже следующий день. Поэтому решил, наверное, вложек закончить. Ох, бедный мой фотоаппарат. Не знаю, видно так будет, не видно. Не особо. Ладно, потом, конечно, покажу. Дисплей работает. Треснутый. Блин, обидно. Реально обидно. Ладно, пойду хоть посмотрю, сколько стоит ремонт. Интересно, вот здесь вот, знаешь, замена экрана. 950 рублей стоит. Это интересно, не включая стоимость экрана или как. То, что есть вообще видосики здесь стоят. Ну, люди сами ремонтируют. То есть можно самому заменить. Ничего сложного нет. Есть отдельно, можно, конечно, походу купить. Но это на 6400. Это прям экран. В сборе есть отдельный 6600. Только интересно, почему он сбоку подключается. Вот эти шлейфы не должны быть сбоку, они должны быть снизу. Кажись. Так, рамка просто. Вот эта сенсорная. Вот мне она и нужна. 1200. Тогда интересно, а здесь что они имеют в виду? Под 950 рублей. Кажись, высылал одну тему, что, да, у меня разбился, получается, не дисплей полностью. То есть матрицу не надо менять. Мне только надо стекло, именно... Стекло, короче, дисплей поменять. Вот. Что-то так просто в Москве найти невозможно. То есть можно на Алике заказать. Я оставил заявку в сервисном центре. Хочу узнать, сколько стоит запчасть вместе с работой. Просто стоит оно того или не стоит там заказывать, ждать, самого менять. Но если будет вообще, мне кажется, до 2000, нормально. Я что-то сразу подумал, что фотик просто стоит тушка 150. Я уже подумал, что сейчас это за замену экрана там вообще хрен знает, сколько получится. Вот. Ну ладно, посмотрим. Спасибо большое, что смотрите. Все, завтра отправлю, кстати, на велогонку. И это будет моя первая велогонка. Охренеть. Круто. Давайте все. Пока, до новых встреч.